В этом видео мы, Татьяна и Евгений Гордеевы, показываем, как при необходимости останавливаем перерастание и вытягивание рассады без использования химических регуляторов роста. Остальные серии технологий выращивания рассады в парниках нашей конструкции и дополнительные материалы по ссылкам в описании. Эта капуста подрезается, а вот это здесь. Здесь высота сейчас вот и здесь тоже такая же. Сегодня 13 мая. Посмотрим, как поможет подрезание скобой. Погружаем скобу в землю. При возможности лучше проводить подрезание все-таки чуть раньше, пока растения в рядах еще не сомкнулись и междурядья открыты. Сейчас мы показываем крайний случай. Это аварийная ситуация и видно, насколько сильно мешают листья при закрытых междурядьях. Капуста давно не поливается, поэтому земля твердоватая, но особо поливать пока не надо, чтобы слишком не перерастал. Вот этот пролет подрезан. Видно, что она уже полегла слегка. Ну да. Посмотрим, как это сработает. По идее, рост остановится, а корневая система начнет расти более активно. Когда-то такое практиковали на помидорах. Посмотрим, как будет на капусте. Это поздний агрессор, да? А? Это агрессор или что? Нет, это каменная голова. Каменная голова? А агрессор вон там будешь. Угу. Постередине. Один метр обработали вот этот здесь. И сейчас обработаем один метр вот здесь. Здесь агрессоров один гибрид. Итак, зачем все это нужно? И обязательно ли заниматься подрезанием корневой системы? Нет, не обязательно. И нужно только в редких случаях. Например, если рассада уже выросла, готова к высадке или к продаже. Но каждый день идут дожди, заморозки, а то и вовсе пандемия с карантином. И неработающие рынки, как в этом сезоне, когда растения начинают интенсивно перерастать. Вытягиваются, теряют товарный вид. А то и заболевают из-за сильного затенения себя самих. И повышенной влажности при постоянном укутывании и утеплении. Как изобилие ежедневных заморозков этого сезона. И если срочно ничего не предпринять, труд за один, а то и за два месяца будет потерян буквально в считанные дни. Конечно, если бы знали о проблеме заранее, просто запаслись бы и спокойно обработали рассаду ретардантами-регуляторами роста вроде тех же Тура и Атлета на основе хлорхолин и хлормекватхлоридов. И обработали бы столько раз, сколько нужно и можно. Но кто ж знал-то, все неожиданно. И магазины вдруг под замком, а ближайшие еще и километров за десять. Плюс не всегда там и в мирное время регуляторы роста продавались. Так и за двор выходить, ведь запрещено без крайней нужды и автобусы под запретом. А рассаде не имется, растет красавица. Открытость парников уже не помогает, потому что рассада давно закалилась, привыкла к солнцу и к холоду. А более редкий полив, хотя отчасти и помогает с листьями, но одновременно и вредит с корнями. Ведь корни все хуже растут в стороны, в уже суховатый верхний слой почвы. И все больше лезут стержнями в глубину, в поисках воды, которой после зимы на глубине хватает и без полива. Так что при выдергивании рассады ее корни в глубине и останутся. Толку от них мало. И вроде бы здорово, что в новостях начинает маячить отмена карантина для рынков. Но рассада-то не ждет, она сильная, посеяна четко вовремя и растет как на дрожжах, как и планировалось. Конечно, мы исправимся. Лезем в сарай и ищем старую добрую помощницу Г-образную скобу, которую сделали и пользовались еще четверть века назад, когда серьезно занимались рассадой в массовых масштабах, парниками на нескольких сотках. А сейчас просто решили помочь маме с ее небольшими объемами рассады. Ключевое достоинство скобы – не надо тратиться на химику, всегда поможет бесплатно. Скоба сделана из стальной полосы шириной 2-3 см, толщиной миллиметра 3 см. Одна сторона заточена напильником и согнута буквой Г. Короткая часть равна ширине междурядей, у нас 8 см. Рукоятка – кусок обычной шланги, которая растрескала за годы простоя. Так что обмотали популярнейшим изобретением человечества – изолентой. Кто в курсе высоких технологий – да, нет, синий не было, увы. Раритет. Излечение просто вот так убог и все. Соответственно, вот эта часть подрезает корни снизу, а эта часть сбоку. Примерно глубина, как длина пальца. Уже на следующее утро капуста поднимается, выглядит нормально, как будто она и не падала. Видно, что у этой капусты намного меньше листья, чем у той. Причем ту уже прорвали на продажу, а эту пока особой не собирали. Здесь уже почти все выдергано. А эта сидит, ждет. В росте довольно хорошо остановилась. Видно, что корни хорошие. Видно, что толстые стебли хорошие. Капуста не переросшие. Видно, какие отличные корни получились после подрезания. Красота. Это почти горшечная рассада. По сути, эта рассада начинает расти прежде всего в нижней части. Поскольку корни восстанавливаются и оплетают ту землю, которая отсечена. Конечно, рост надземной части при этом приостанавливается. Вот этот метр обрабатывался. Вот этот и вот этот нет. Соответственно, видно, что здесь и здесь листья более крупные. Сама капуста выше. Здесь листья мельче. Капуста ниже. Для сравнения. Капуста не обработанная. Капуста с подрезанными корнями. Вот какая здесь уже высота. И вот какая здесь. Почти не изменилась. Сегодня 21 мая. Причем вот с этой стороны. От вот этой обработанной. Здесь капусту уже прорвали. То есть она уже по сути по большей части продана. Это осталась та, которая просто пока что поменьше сама по себе. Но даже у нее листья размером крупнее, чем здесь вот у этой. Ну что, стали лучше, говоришь, корни? Стряхиваю, потому что тяжелые. Стали корни лучше намного, да? Корни лучше стали, чем были. Как эти, как мочалки. Как подрезал, вот так слой и выдергивается. Да. Так слоем и снимаются земли. Ну, стряхиваю, потому что тяжелые. Возить тяжело. Да, возить землю лишнюю на рынок это... Этого делать не стоит. Достаточно небольшого количества земли. Для лучшего понимания ситуации со скоростью роста рассады немного статистики из нашего опыта. На примере штамповых томатов. За первые 20 дней рассада в закрытом парнике вырастает всего сантиметров на 5. Зато за последние дни даже в открытом парнике прибавляет в росте по несколько сантиметров уже каждый день. И скорость роста постоянно увеличивается в геометрической прогрессии. Капуста приостановилась в росте. В этом году, когда рынки далеко не сразу заработали, для продажи. Это реально спасло ситуацию. Цветная капуста не перерастала, ее не подрезали. Вот и все. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт выращивания рассады, пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 130 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...